Изначально я хотел сделать видео о Gundam SD, ибо он выглядел как нечто детское и убогое. Увы, пусть отдельные произведения найти было можно, два больших сериала оказались недоступны. SD Gundam Force нашел лишь в одном источнике и больше месяца все еще 0%. Со вторым сериалом, посвященным Троицарству, чуть получше. Но вторая половина сериала зависла на 70%, а первая на нуля. Есть еще условно третий сериал, который на самом ютубовском канале Gundam, и это тоже по Троицарству, и он тоже очевидно сосет. А сегодня я решил рассказать о другом, нетипичном Gundam шоу. Приветствую, на канале это Тим, и Gundam G вызывает смешанные ощущения. В процессе, но не по итогу. В этом мире нет войн. Вообще, что? Никаких конфликтов, друзья мои. Несколько десятилетий назад все государства свалили с земли, вырвав целые ее куски и подняв воздух. Каких-то людей оставили на планете, руководствуясь чем-то. Колонии... Хотя стоп. Какие нахер колонии? Колонии предполагают наличие метрополии, а тут вся власть, вся система госуправления перекочевала в космос. Какого черта? Но мир. США больше не вмешиваются в политику других стран. Проблем между арабами и израильтянами нет. Проблем между мусульманами и вообще всем миром нет. Проблем между различными мусульманами нет. Религия также отсутствует. Или все эти люди остались на земле, ибо тут их святые места, но их инопланетия не показывают. Утопия какая-то. Раз в четыре года проводятся схватки мобильных доспехов, и страна-победитель становится правителем всего человечества. Стоп, но... Как так? За четыре года в одной стране-то едва-едва можно выстроить систему управления. А тут все человечество. Нужно банально инфраструктуру настроить. Ааа, плевать. Почему все битвы проводятся на земле, которая постоянно страдает и терпит убытки от этих столкновений? Ну, потому что... Наверное, из всех этих битв делают большое шоу. В первом этапе все страны. В том количестве уменьшаются, традиционный турнирный сериал, и нет. Как так, можете спросить вы. Даже возможность заработать огромные деньги. На том же тотализаторе. Устроить шоу и продавать билеты. Люди всегда требовали хлеба и зрелищ. Ну, вот так вот. И причины этого... Забейте. Но должен же кто-то следить за тем, чтобы одни страны не мешали другим. Не убивали тайком пилотов, лишая всех шансов. Да и каждая страна должна тщательно оберегать своих чемпионов. Так? Нет. Почему? Потому что... Окей... Есть какие-то правила, да, которым должны все подчиняться. Вон в первых эпизодах постоянно упоминают о правилах. Например, после декабитации следует безусловная дисквалификация. Да? Да? Но нет. В смысле? А без смысла? Нынешний правитель человечества, являющийся организатором турнира, может делать что угодно. Вот вообще, почему? Оплевать. Но остальные же страны должны сдерживать подобное поведение, злоупотребление, поет им во вред. Да? Нет. Почему? Потому что... Правила можно менять на ходу и делать что душе угодно. Потому что... Воу, ладно, под таким шквалом железных аргументов ничего не попишешь. Хм... А что насчет мобильных доспехов? Они должны быть интересными, индивидуальными, отражать сущность страны. Да, но... Доспех Франции – роза. Представитель – благородный рыцарь. И вообще, Франция – внезапно монархия. Но почему роза? Это несколько поверхностно. Ну да, ведь на протяжении столетий Франция ассоциировалась именно с этим цветком. Именно роза была символом французских королей, да? Ну это мелочи, можете сказать вы. Но доспех Китая – это огненный дракон. У Канады – дровосек. У Египта – бывший чемпион, как и его доспех – мумия. В Голландии – ветряная мельница. У Испании – бык. Серьезно, на это без смеха сквозь слезы не взглянешь. У убийцы – зебра. Индия – заклинатель змей. Серьезно, гандам даже из гигантского металлического горшка вылазит. Сам индиец, будто мутант. Еще и передвигается на огромные живые змеи. Что? Это самый большой сборник расовых стереотипов из всех, что я когда-либо видел. А что насчет русских? Медведь? Не-не, вы что, конечно же нет. Смотрите, вот русский чемпион. Простой славянский парень – Арго. Почему не Греция? О, Греция и Зевс. А чемпиона, очевидно, отсылает Гераклу даже своими размерами. Так что ж с Россией? Если не медведь, то вот каблалайка. Не-не-не, ГУЛАГ. Серьезно, ГУЛАГ. Русский чемпион – сам заключенный. В него вмонтирована бомба. И каждый, кто прилетает с сразиться с ним, попадает в ловушку к злым русским. И вынужден работать в их шахтах. Что, блядь, серьезно? Никто ни о чем не подозревает. Куча пилотов исчезает в ебенях на протяжении, видимо, многих соревнований. И все. Никто не находит это подозрительным. Ведь всего лишь эти пилоты отвечают за власть над всем человечеством. Кому не плевать. Первые 10 серий, в которых не происходит ничего интересного, вызывают некоторую скуку. Чемпион Японии Даман Кашу просто сражается с другими чемпионами и кого-то ищет. Кстати, а он, наверное, самурай, да? Нет. Почему? Ну, потому что японцы не хотят быть расистными по отношению к самим себе. В последствии станет ясно, что этот кто-то его брат, которому герой очень хочет отомстить. Дело в том, что брательник с отцом разработали Гандама, якобы для того, чтобы захватить власть во вселенной. Дьявол Гандама. В процессе мать погибает от рук властей. Им герой хочет отомстить, да? Нет. Почему? Ну, вот такой он человек. Отца заморозили, как потенциального сообщника. Цель героя не только победить в соревновании, но и остановить брата. Инцидент это всех вскрыли. Дьявольский Гандам. Он вроде как должен был сгореть в атмосфере Земли. Но у него есть три способности. Регенерация, саморазвитие и репликация. Так что, кто знает? У ГГ есть подруга детства. Слэш возлюбленная, слэш связной, слэш механик. На самом деле, это открывается под финал. Злодеем является ее отец. И офицер, который также мелькает на периферии повествования. Они подставили отца героя и его брата, дабы завладеть дьявольским Гандамом. Правда, он стал дьявольским после падения на Землю и неудачного восстановления. Но почему его называли дьявольским ранее? Ну, понимаете ли, видите ли... Эти персонажи читали сценарий. Ого! Можете сказать вы. Это же разрушение четвертой стены. Нет, отвечу вам я. Это моя ирония по поводу чудовищных проблем сюжета. Доман Кашу не просто умелый воин, но он король червей. Которого обучал один из лучших воинов человечества, становящийся злодеем. Почему? Ну, вот такой он человек. Считай, что жителей Земли надо убить. Ведь их вина в том, что... Ну, не знаю... Их странные, их же бросили и оставили умирать на опустошенной планете. Фу, лохи! Заслужили смерть! Да и вообще, сердца людей скованы земной гравитацией. Без них планета восстановится и... Что-нибудь будет. Наверное. Или нет. Хрен знает. Шикарная мотивация, дружи. Бесподобная просто. Кто такой король червей? Это лидер союза перемен. Особой группы людей, которые на протяжении всей истории человечества оберегало его от самоуничтожения. Что? Все они имеют знак карты. Почему-то могут ощущать друг друга и обладают мистической силой. Вообще, в этом гандаме есть магия или вроде того. А так как сильнейшая магия дружба, все ранее встреченные героям важные противники, мелкие из Китая, рыцари из Франции, громила из России и дон-жуан из Америки, тоже наследники этих сил. Старая гвардия буквально видит призрачные отметки возле захваченных дьявольским гандамом пилотов. Стоп. Захваченных? Ага. Дьявольский гандам может вводить в людей злых нано-роботов, делающих сильнее и сводящих с ума. При этом даже смерть не может остановить одержимых. Они превращаются в металлических зомби. Что крипово. Занятно, что после новички легко лечат зараженных, никак не вредя своему здоровью. А старички аж в пыль рассыпались вместе с доспехами. Хм. Наверное, все дело в разнице в возрасте, можно было бы предположить. Хотя, скорее всего, авторам было плевать. А вот как объяснить то, что во время выполнения одной из техник, как герой, так и его учитель, в доспехах, замечу, превращаются в шары энергии с человеческой головой? Невероятно тупо, убогое и смешно, не буду отрицать. Но стоп, можете спросить вы. Почему дьявольский гандам дьявольский? Он же изначально не задумывался таким. Был просто поврежден в процессе падения. Потом уже отрегенился. В этом же его фишка, самовосстановление. Ну, просто так совпало, что регенится все, кроме изначальной цели по восстановлению земли. Ну, вернее, она извратилась. Землю можно восстановить, убив всех человеков. Настройки сбились. И вот никак их не восстановить. Почему? Вот такой он гандам, видимо. Кстати, почему показывают, что введенный в мышь экстракт дьявольского гандама делает ее дьявольской? Ведь изначально гандам таким не был. Какого черта, какого хрена? Ну, вот такой он. Сценарий. Переписывали на ходу, и все объяснение. Помогавший на протяжении аниме, герой и таинственный чемпион Германии в маске оказывается его братом. Вернее, душой и мыслями его брата, которые покинули оригинальное тело в теле андроида, созданном дьявольским гандамом. Только тело андроида вовсе не дьявольское. Почему? Вы знаете ответ. Пока герой и его союзники тренируются, в очередной раз нападает учитель. Зомби гандамы и сам дьявольский гандам. Кое-как все, кроме ГГ, сбегают. А он совершенно внезапно, вроде бы в момент, когда стоит спасать шкуру, побеждает брата. Уничтожает дьявольский гандам, убивает учителя и спешит на финал состязания? Ну, почти что. Убивать учителя, который точно вернется? Не. Уничтожает дьявольский гандам, который может истребить все человечество? Да зачем? Что может произойти с мощным мобильным доспехом, который известен своей регенерацией? Зачем от него избавляться? К чему все это? Пусть валяется! Нет же человека, который буквально боготворит дьявольский гандам, жив и может дальше строить злобные планы. Не-не-не-не, вы что? Возвращение злобных пилотов и безглавленных гандамов четко указывает на то, что новый злодей премьер Гонконга, который правит человечеством сейчас. На вопрос героя, а какого черта побежденные им противники снова в строю? Что вообще происходит? Как участник я имею право знать. Злодей отвечает, не имеешь, пшел нах, я тут закон, и вообще что не так, дисквалифицирует тебя, мотивируя это ничем. Злодей хочет править вселенной за счет гандама, проворачивает грязные трюки, тогда как учитель героя, чемпион Гонконга против этого. Так не честно. Бить ни в чем не повинное население земли, честно. Да, это путь настоящего воина. Просто. Вот такой он. Че-ло-век. Козни кознями на герой побеждает. Но тут злодей придумывает коварный план столкнуть в битве дома на кашу и его союзников. Вот это да, вот это поворот. Учитывая, что в финале раунд обычных битв не решает ничего. Ибо все определяет итоговый батл-рояль. Да, куда же без него. Гонконг, королевская битва, это не бы неожиданно актуально. А сами союзники героя всегда стремились вновь скрестить с ним мечи, но... Они же проигрывали ГГ раньше. Какого черта злодей удивляется их повторному проигрышу? Быть может потому, что все бои короля червей начинаются с того, что он нещадно всасывает? Ну знаете, момент во время любого турнира, когда герой проигрывает, вроде бы, а потом собирается силами и побеждает. Да, типично, да, привычно. Но нормально же, верно? Верно. Если это не повторяется, каждый поединок серия за серией, да чего ж бесит. Все, финальная схватка. ГГ вынужден убить душу брата, вернее, копию его воспоминаний, ибо есть ли у машины душа? Мечтают ли андроиды об электровцах, хотя следовало бы об электропартнерах гуманоидного типа, но кто мы такие, чтобы их судить, всего-навсего не конченные психопаты и сексуальные извращенцы? Ну да, речь не о том. Дьявольский гандам повержен. Он, разумеется, само собой, конечно же. На этот раз его уничтожат. На сей раз до героя дойдет, что оставлять поврежденным и способным к восстановлению столь мощное оружие вверх идиотизма. Не-не-не, вы что? Это ж, блядь, вот вообще никому не очевидно. Никому. Ох, как плохо. Нео Япония побеждает. Но стоп, что там с офицером, который спланировал заговор? Ничего, наверное. А вышестоящий офицер, который не нарадуется победе, само собой не может предположить, что предатель, который сделал все, чтобы завладеть дьявольским гандамом, захочет завладеть дьявольским гандамом, что за дьявольский хитрый план, до которого может додуматься лишь дьявол. Внезапно армия Нео Японии, которая вроде как теперь правитель человечества, прибывает на землю и забирает гандам. Офицер, который званием выше предателя, ничего не знал. Ему бы лишь сказать, стоп, ребят, подчиненные, военные, вы что творите? А ну немедленно опустите эту мандуру вниз и объяснитесь. Но не делает ничего. Почему? Я уже устал это повторять. Вот такой он, блядь, человек! Прикиньте? Кто бы мог подумать, верно? Какого-то хера в дьявол гандам засовывают в возлюбленную ГГ, дабы была та самая раздражающая сцена, когда говорят, ты где-то там, глубоко внутри, я знаю, ты слышишь меня, приди в себя, и она приходит, конечно же. Дьявольский гандам полностью ассимилирует Японию и начинает высасывать силу земли. Кстати, а какой вообще у злодея план? Он не пилотирует дьявольский гандам. Он вроде как не может ему даже указывать. Какого хера? Почему все должны ему подчиняться? А если подчиняется дьявольский гандам, то почему? Отвратительно. Хотя потенциал был, персонажи неплохие, даже элемент мистики, уклон в сторону боевых искусств, отказ от военной темы. Не проблема. Вообще. Но сюжет один из худших среди всей франшизы. Порождение больного, крайне примитивного разума. Хотя, если за сценарий отвечали лоботомированные ломантины страдающие деменцией, вопросов нет. Больших сериалов осталось немного, так что либо Тен Эй, либо Эйдж в следующем видео. На этом, пожалуй, у меня все. Почему? Жду ваших догадок. Меж тем подписывайтесь на канал и Патреон. Спасибо за внимание и пока.